Друзья, возвращаемся в студию. Это проект Правый берег. И мы сегодня не могли не затронуть главную тему для нашей страны, поскольку с сегодняшнего дня отключили популярные социальные сети. Это Facebook, это Instagram. И что произойдет от сегодняшнего дня, произошло уже, может быть, в ближайшее время будет происходить, мы сегодня узнаем у нашей гости. Маркетолог, SMM-специалист. Сегодня у нас в гостях Дарья Вельмискина. Мы приветствуем тебя. Дарья, приветствуем тебя. У тебя как личное, персональное настроение по поводу сегодняшней истории? Ну, сегодня у меня прекрасное настроение, потому что с VPN все работает. Мы в 12 просто все переписывались в чатах и хлопали в ладоши, потому что Instagram работал. Оставалось дождаться, вернее, Москвы только в 4 часа ночи, когда узнали, что в Москве тоже все работает, все как это, на душе отпустило. Вот, поэтому все прекрасно, но сначала, да, когда говорили только о блокировке, конечно, я не верила, честно. Я просто не могла поверить, учитывая, что я занимаюсь SMM, и, ну, как бы, это основная моя деятельность, да, что это просто, что Instagram могут заблокировать, но мало кто в это верил. Ну, ты же понимаешь, что эта история только начинается, поскольку, если признают, дальше пойдет, значит, это... Возможно, разные развития событий. Разные развития событий, возможно, это будет опасно пребывать в этой социальной сети, вплоть до того, что... Уграются уже всякими, там, самцами. То есть, что нужно будет удалять вообще все аккаунты, иначе будут неприятности закона. Да, я не исключаю, что такое будет, но в любом случае, пока это решение, если оно примется, да, если суд признает компанию мета, компании, в которой мы не можем находиться, это будет еще не скоро, но у нас у всех есть время перебазироваться в Телеграм или ВКонтакте. Ой, да, ВКонтакте. Вот Александр сегодня назвал эту новость главной для России за сегодня. Действительно, давай так, вот, положа руку на сердце, какое количество реально людей, вот, вовлечено так или иначе в этот процесс было до сегодняшнего дня? Не важно, ты имеешь в виду блогеров или просто обычных? И по бизнесу, и просто обычных пользователей, которые там листали ленты. Сколько перестали с СММ? Клиентов, которые записались через Инстаграм в компанию, где-то примерно 15 только у нас уже были. То есть все остальные, это абсолютно новые клиенты с Инстаграма. То есть Инстаграм влиял... Основная площадка для новых клиентов. Да, основная площадка для новых клиентов для продвижения, ну, практически любого бизнеса, я еще не говорю про какие-нибудь тяжелые металлы там или еще что-то. Вот, кстати говоря, какие виды бизнеса, ну, в наименьшей степени подвержены влиянию Инстаграма были? Ну... Ну, и вообще с таких соцсетевых площадок. Ну, я точно... Заготовка леса там, не знаю, что там... Да, ну, я думаю, и то, знаете, нет-нет, а... А появляются? Появляются, да, и... Слушай, ну, тут вообще Инстаграм стал настолько универсальной какой-то общей площадкой, там вот особенно мне нравятся вот эти вот... Делаем маникюр. И каждая фотография, 800 фотографий, все с ногтями. Как можно смотреть вообще такой Инстаграм? Но они все-таки все равно продают свои услуги. Даш, как теперь будет развиваться ситуация уже с точки зрения людей, которые в это вовлечены, на этом зарабатывают и этим занимаются профессионально? Чем меняем? Ну, пока что все как развивалось, так и развивается, да? Единственное, мы не можем запускать сейчас таргетированную рекламу с Инстаграма. Ну, мы имеем в виду платную. Можно еще переводить для русскоязычной аудитории? Это направленная реклама для конкретных... Реклама за деньги, да. Да, это реклама за деньги, которую мы настраиваем на определенную аудиторию. То есть, тем самым продвигая свой бизнес в разных городах и до какого-то момента в странах. Вот. Эта реклама, она довольно хорошо приносила свои плоды, чтобы вы понимали, да, например, если мы размещаем баннер, который стоит 40 тысяч, бывало, а с него не приходит никто. Я сейчас не говорю, что это плохо, это тоже нужно, да. Ты про наружку говоришь, да? Да, про наружку, да. Классическая реклама. Да, да, классическая реклама. То есть, это тоже нужно, надо смотреть компании, которым это нужно. То, и когда мы делаем пост в Инстаграм и вкладываем в рекламу тысячу рублей, мы пожинаем свои плоды, да. Откликов очень много. Ну, в этом плане, да, конечно, мне кажется, компании теряют очень много. Даша, смотри, а вот классические виды рекламы, которые там до вчера, до позавчера еще были, вот, ну, обычные, с ними что сейчас происходит? Они тоже как-то переформатируются или просто уходят с рынка? Просто интересно. Это же площади там и так далее, да? Да, они не то чтобы переформатируются, они остаются прежними, то есть это кросспрома, это радио, телевидение, да, и так далее. Вот, но, конечно, это уже не так эффективно, как эффективна реклама в соцсетях. Ну, и, соответственно, сейчас большую аудиторию взял на себя Контакт, ну, и, соответственно, Телеграм. В Телеграме мы пока не можем делать платную рекламу, ну, кто-то может, но это стоит супердорого, то есть мы об этом вообще сейчас даже не разговариваем. А ВКонтакте, ну, я знаю уже много компаний, которые… Перешли. Да, и вкладывают… Многие жалуются, что ВКонтакте все-таки немножечко… Хотя, несмотря на то, что он действительно, это крутая платформа, многие не могут привыкли, отвыкли точнее, что это такая устаревшая несколько площадка, но, тем не менее, ВКонтакте очень много возможностей, но мы все ушли в определенный момент оттуда. Придется вспоминать, придется вспоминать. Да, смотри, есть какой-то предельный ресурс у любой социальной сети? Вот Инстаграм там на сегодняшнее утро выработал все, что он мог выработать или еще нет? Я всегда говорила, что Инстаграм только… Только начинает. Только начинает, да, это только цветочки, то есть еще столько всего можно было сделать в Инстаграме, мне кажется, и столько компаний, которых там еще нету, которые туда готовы были прийти, но сейчас надо… Сейчас не поздно прийти в Инстаграм, потому что есть VPN, да, и мы как бы можем это использовать, вот. Но нельзя, как говорится, складывать все яйца в одну корзину, надо использовать и другие соцсети. Скажи, пожалуйста, а что сейчас происходит с так называемыми блогерами, которых мы в последнее время так часто слышим? Это, ну, что касается Красноярска, это там несколько тысяч подписчиков с определенной аудиторией. Понятно, что Москва — это какие-то миллионные проекты. Что вот они, куда все денутся? Что говорят, может быть, ты с кем-то уже поговорил? В теме, скажем так. Ой, ну, в основном я, конечно, общалась с нашими красноярскими блогерами, переживаю, но все как-то с юмором к этому относятся, слава богу. Ну, это же их заработок, что смешного там может быть? Да, это их заработок, но, понимаете, сейчас пока мы не пожинаем пока плоды вот этого всего предыдущего. То есть все только начинается, но и сейчас те, кто смекнут и не расслабятся, и будут перебазироваться там в другие соцсети, да, они останутся на плаву за счет своей медийности, известности. Ну, а те, кто расслабятся и подумают, что с Инстаграм ничего не будет, ну, скорее всего... А что значит расслабиться? Подожди, мы сегодня уже примеры видели, когда девочки красивые блогерши начали вдруг активность вести себя в Телеграм-канале, а Телеграм-канал — это совершенно другая история. Выглядит это, конечно, немного нелепо и смешно, и даже не знаю, как это комментировать. Выглядит это, может быть, нелепо и смешно, потому что многие не знают, как вести себя в Телеграме. Там нужно писать тексты, там нужно какие-то умные мысли выразить. Шучить там можно еще, да. Там не просто ты вот будешь рекламировать какой-нибудь продукт, там какие-то, да, надо действительно. Да, в Телеграм это в первую очередь это польза, потом Телеграм — это интересный контент, то есть просто вот как сейчас заходишь в Телеграм, сейчас просто такое чувство, что все репостят вообще все, что можно, одно и то же. Пока что я не увидела ни одного вот какого-то, ну там за исключением некоторых партнеров. За исключением Телеграм-канал «Правый берег». Да, кстати, уже Саша говорил про это. Да, смотри, а вот если там разобрать, что из себя представляет та или иная соцсеть. Вот Инстаграм — это, грубо говоря, там красивая девочка в купальнике уже хорошо, да? Там, не знаю, ВКонтакте другая аудитория, там в Одноклассниках, ну не знаю, там старые учителя по музыке тебя там где-то подписываются на тебя. Вот что, на твой профессиональный взгляд, где, в какой соцсети та или иная фишка, ну в наибольшей степени работает? Про Телегу ты уже сказала частично. На самом деле, у меня вообще такое чувство, что каждая социальная сеть — это как отдельный мир, отдельная душа. То есть сейчас... Душа. Да, для меня это так. А человек-специалист говорит, между прочим. Вот, то есть сейчас все ринулись везде, где только можно, но я думаю, спустя какое-то время люди начнут понимать все-таки, где их клиенты больше находятся. Ну, как я уже сказала, нельзя складывать там сиять. И не все приживутся в той или иной сети. Да, но часть уйдет в Телегу, но в Телеге, да, там надо уметь писать. И, наверное, вот как раз те, кто были сильные в текстах, но не были сильны в визуале, да, в Инстаграме, это вот их время пришло. Это их звездный час. Да, смотри, нас сейчас смотрят в том числе люди, которые только-только заходят на рынок с разными услугами. Ты вот сейчас сравнила вначале там наружную рекламу, да, эффективность, и вот, допустим, тот же Инстаграм. Понятно, что не все там миллион человек, которые придут, опубликуют какую-то рекламу за тысячу рублей, все они заработают деньги. То есть какой-то, какой процент остается, как правило, из ста человек, которые действительно, у которых это срабатывает? Ну, по твоему опыту. Срабатывает именно платная реклама? Да, да, да. Ну, такой статистики нету, все зависит от того, как вы преподносите, да, рекламу, то есть какой у вас макет, на какую аудиторию вы ее настроили и так далее. Вконтакте все то же самое. Сейчас, конечно, таргетировать рекламу Вконтакте. То есть если в Инстаграме мы уже знаем правила, как там, что надо, что работает, что не работает, то есть ВК немножечко все-таки это по-другому. ВК сейчас жестко проверяет всю рекламу, это долго, и, конечно же, ВК это сейчас стоит дороже. Кто приживется, кто не приживется, но все зависит от того, кто готов насколько экспериментировать, вкладывать, пробовать, ну, по-другому просто никак не поймешь. Ну, вообще, твои клиенты, они к чему склоняются? Вот какой социальной сети сейчас все-таки? Это «Контакт» или «Телеграм-канал»? Что еще? Одноклассники. Сегодня вот увидел новость, что активность, значит, сети «Одноклассники» выросла в 40 раз. Это вот за последние там несколько дней. Да, я, если честно, вообще не рассматривала «Одноклассники», но я тоже видела эту новость. Есть там своя аудитория. Да, есть своя аудитория, тем более сейчас. Вот, но из наших клиентов, то есть у нас пока, мы, короче, везде. Вот, где только можно, мы везде. Я и думаю, что в будущем, если вот, например, по «Контакту» мне все понятно, как его развивать, это был опыт. Ты начинала с него просто. Да, да. По «Инстаграму» тоже все предельно понятно. В «Телеге» немножко, то есть каждый день я там для себя какие-то новые инсайты открываю, потому что «Телега» все равно, она такая специфичка, но она безумно интересная. Я думаю, каждый себя найдет, ну, в той или иной соцсети. Но оставаться я бы посоветовала всем, во всех, потому что… Просто я за последнее время слышал от многих людей, что «Телеграм-канал» это вообще… Я зашла там или зашел, посмотрел, я вообще здесь ничего не понял. Ничего не понимаю, что люди пишут. Даже по опыту, на кого активнее идут и подписываются, и как это, фоловят, да, следят? За мальчиками или за девочками? Ну, конечно же, за девочками, потому что девочки – это основная аудитория социальных сетей. Все-таки это больше процентов. То есть чудес нет тут никаких, да? Да, ну, обычная математика, вот. Но, не знаю, ну, вот с моей… Ну, да, наверное, на девочек, потому что их просто больше. Можно какие-то дать рекомендации, вот как сделать там качественный такой продающий пост, там, грамотный русский язык, красивая какая-то картиночка, там, все четкое фотографии. Есть какие-то рекомендации такие вот, не раскрывая секретов коммерческих? Ну, конечно, если это визуальная соцсеть, да, такая как Инстаграм или ВКонтакте, конечно, здесь играет роль… Надо, чтобы было красиво. Да, текст, может быть, какой-то человек, все обычно и стандартно, как бы, да? Вот, если это Телеграм, то, если вы заметили, даже на личном опыте, да, в Телеге ты пролистываешь, ну, вот эти вот картинки, и ты больше обращаешь внимание на текст. Здесь, в первую очередь, это грамотно распределенный текст, то есть где-то подчеркнуть, там, где-то выделить жирным, где-то отступы. Психологически это все… Человек, который ведет Телеграм-канал. Столько всяких вот этих, конечно, нюансов. Ну, и, конечно же, это какая-то креативность и полезность, да, этого текста, то есть не просто, чтобы человеку было интересно его читать. Нецензурщина приветствуется или лучше не надо? Ну, нецензурщина лучше не надо, но иногда, мне кажется, если это где-то там чуть-чуть уместно… Если ты живешь в России, то иногда надо. Да, и если ваша аудитория это любит, то почему бы где-то не пошутить? Здесь главное, да, не переборщить все-таки. Понятно, что многое сейчас зависит не от нас, да, в этой всей ситуации. Там есть законодательство, есть там вот эти международные всякие какие-то взаимоотношения. Все-таки твой какой-то прогноз, ближайший там день, два недели, месяц, что будет происходить? К чему вы готовитесь, да, и к чему можем подготовить нашу аудиторию? Ну, так, условно очень. Каждый день об этом думаю, что будет завтра. Пока что, ну, я для себя какое решение приняла? Мы всех клиентов переводим, естественно, и на ВК, и на Телегу в том числе. В том же режиме продолжаем вести Инстаграм, но активно будем развивать и другие соцсети. Когда поймем, кому что нужно, усилим у кого-то Телеграм, у кого-то ВК. Но есть еще такие социальные сети, вот о них мало кто говорит, но они существуют. И набирать свои обороты это Яндекс.Дзен и Яндекс.Кью. То есть Яндекс.Дзен, там просто вы подписываетесь, у вас какая-то новостная лента, паблики, да, которая подстраивает под вас информацию и дает вам то, что вам интересно. А Яндекс.Кью – это где вы можете зарегистрироваться как эксперт. Например, если вы раньше в соцсетях могли регистрировать компанию, да, то в Яндекс.Кью вы можете зарегистрировать там какого-нибудь своего экспертного сотрудника, там, врача, например, да, и он может отвечать на вопросы. И часто, например, в Яндексе, когда мы пишем, там, ну, какой-то вопрос задаем, вылазит ответ в первую очередь именно из Яндекс.Кью. То есть таким образом Яндекс.Продвигает эту соцсеть. Это уже такие профессиональные инструменты нам раскрываешь. Слушай, а я задавался вопросом, вот когда вся эта ситуация начиналась, начинались слухи о том, что закроют Инстаграм. По большому счету, вот, Дуров, да, сделал Телеграм-канал прекрасная соцсеть, там, которая сейчас очень многим нравится. Почему нельзя сделать, да, там, российский аналог того же Инстаграма? Ну, мне кажется, что столько специалистов, которые могут это сделать, ну, и пусть он будет на территории России, как вот ВКонтакте. Или второй раз такое уже не взлетит, вот, такая история. Я думаю, сейчас только что-то путнее появится, будет взлетать просто за спустя сет. Да, если это появится на российской платформе, я думаю, что наши люди уж точно туда уйдут, и, поверь мне, это будет... Это дорого. Наверное, это основная причина, да, по которой до сих пор у нас такого нету. Ну, это так, мысли-слух, но я думаю, что, скорее всего, может быть, и... Я верю, что такое будет. Есть какая-то сезонность в активности людей в социальных сетях. Вот сейчас весна. Что происходит там? Лето, осень, зима. Знакомиться больше. Знаешь, я скажу, сезон, когда сказали, что через два дня закрывают Инстаграм, сразу сезон попер. Знаешь, какие охваты у людей случились? Люди все прощались, люди все выкладывали, девочки выкладывали. Последние фотографии. Если моя последняя фотография, то обязательно там такая интимного характера. Была-не была. Была-не была, все, последняя фотография должна быть такой. У нас приличная. Ну, что касается сезонности, даже не знаю. Летом, наверное, меньше все-таки. Да почему? То же самое от бизнеса зависит. Если ваш бизнес сезонный, то всплеск будет в тот сезон, в который он у вас был обычный. То есть в Инстаграме как такового нету, что там именно сезонный. Много шуток в последнее время, с учетом последних событий, что люди уходят в огород и будут опять выращивать всякую там историю. Наконец-то! Мы ожидаем в ближайшее время всплеск всяких аккаунтов бизнеса, связанных с картошкой, со всякой морковкой, с удобрениями и прочими вещами. С ягодами. Ну, если будут, то возьмемся из-за них в том числе. Какой твой любимый Инстаграм? Кого точнее? Персонаж или бизнес-аккаунт? Кто тебе нравится? Есть такие прям консервы. Из зарубежных, возможно, тоже. Слушайте, ну, есть такие, которые мне нравятся. Но буквально сегодня я просто ехала, я не знаю, почему я вспомнила этот Инстаграм, я просто вспомнила Инстаграм Соды. Вы знали, что у Соды есть Инстаграм? И довольно неплохой. Сода мы пропормируем. Сода, это вот Сода. Наша Сода. У нее есть Инстаграм. А, подожди, это она, до женского рода. Подожди, и там все время выкладывается одна и та же картинка, пачка или что? Нет, там разные фотографии, разные подписи. Это я к тому, что многие говорят, а стоит ли мне заводить Инстаграм, а стоит ли мне заводить соцсеть. Но, блин, если у Соды есть Инстаграм, будьте круче Соды, заведите свой профиль. Мы знаем, что многие своим кошечкам заводят Инстаграм, собачкам. Да, и потом всякие мемчики появляются. Не, но если они там смешно это комментируют, то, конечно... Какой-то сегмент ты ожидаешь, что вообще отвалится? От Инсты? Ну, вообще от соцсетей. То есть, ну, там, не знаю, те же, вот, Сож, упомянул кошечек. Или все это будет только немножко в других каких-то форматах, объемах и площадках? Я вот сегодня об этом думала. Мое мнение, что... Что-то уже настолько, может быть, надоело людям, что уже, как бы, неинтересно. Я не знаю, какой именно может сегмент отвалиться, но я думаю, отвалятся те, если ВКонтакте не переделывают интерфейс чуть-чуть, да, сделают его более удобно, именно направлено на визуал. А он сейчас не очень удобный в этом плане. Для визуала нет. То есть, если мы в Инсту зашли, вот, красивые фотки, фотки там, девчонки, какая-то... Это уже Зодор, там, и так далее. Сода, да. То сейчас, как бы, ВКонтакте надо еще и разобраться, так, куда нажать, чтобы найти фотографию, там, ну, так далее. И, сам, заметь, что мы сегодня даже не разу не упомянули социальную сеть ТикТок. А почему? А потому что там тоже нельзя выкладывать никакие видео с недавнего времени. А можно просто смотреть. Да, но есть тоже обходные пути, они такие... Об этом уже говорить нельзя. Ну что, Даш, мы тебя благодарим. Мы очень надеемся, что все-таки вся эта ситуация, там, в ближайшее время... Наболизуется? Да. Разрешится все-таки жалко, что... Ну, тем не менее, что есть, то есть. Ну, и мы тебя в следующий раз уже по более светлому поводу позовем, да? Да, мы тебя позовем. Давай, пользуясь случаем, все наши аудитории и активные в сетях, и не очень активные, и владельцам бизнеса, и пользователям. Пусть учат тексты и пишут в Телеграм-канале. Вот сюда, во второй, давай. А, вот сюда, вот, ага. Ну, я хочу что сказать, наверное, да, ты правильно, Саша, сказал, надо изучать копирайтинг, в то же время изучать маркетинг и, наверное, даже психологию. Потому что соцсети, они меняются, там, в каких-то одни фишки, в каких-то другие, да, но человеческий мозг, он един, и когда появится что-то новое, надо будет все эти знания подхватывать и с новыми силами, в новый бой, в новые соцсети. Все, спасибо тебе. Маркетолог, СММ-специалист Дарья Вильмискина была у нас сегодня. Спасибо тебе огромное. Даже спасибо тебе большое. Удачи тебе и блогерам передавай привет, скажи, пусть не расстраиваются. Их миллионы скоро будем зарабатывать. Друзья, а мы продолжим через пару минут, далеко не уходите. Спасибо.